Педайками дырами в парку выявляются будивальные материалы цегла каминя которые вырвали из-под земли вместе с кореньем возможно возможно это выкриваются стародавние подземные ходы яких археологично никто не дослеживал ось дерево поруч поруч с этим самым деревом тут каминя какие-то черты уже встигли тут палить багато из того каминя которое проявилось из-под дерева ось такая широкая корень ось под этим деревом проявилась наибольшая археологическая накидка тут наибольшая ризная цегла яка вживилась прямо в корень ось цегла шириною з долоню каминя виглядая так ніби дерево з маличку виросло поверх цего зацементованного каминя Там далеко хит какой-то. Цегла выкладывалась одна на одну. Пока что не понятно, что это было замуровано, или просто лежала цегла одна на одной. Добрый день! Ходят люди и приветствуются! Вот такое желание потягнуть себе цеглину до дома. На память. Жодных знаков, кто виробник, немае. Поручусь с этим деревом геодезичный знак. На нем не збереглося ніяких данных. Но такие знаки есть на стене Ставищенской лекарни. На фундаменте старого цегляного еврейского двуповерхового будинка. и так далее. Из вуст в вуста передаются різноманитные легенды про подземные ходи, которыми помережено Ставище, земля Ставища и роскошная. В 1664 году, когда была облога Ставища, подземными ходами оборонцы Ставища дисталися до води, до речки. Можливо, эти ходи из тех времен, а, возможно, их поновлювали. Никто из археологов этого не дослеживал. Тут, под деревом, проявился паперовый стаканчик под кавой. Цикаго, сколько ему лет. Может, тысячелетия, может, два. На этом месте в 2021 году, когда разработалось место под спортивный майданчик, появилась цегляная основа. Вот она. Тут такая же цегля, как под этим деревом, размером с долонью. Я обратился до Ставищенской селищной ради, где-ка уповноважена охранять таки речи, охранять историческую спадщину, чтобы она обратилась до Институту археологии для вивчения этого места. Ну, селищная рада есть селищная рада. Главное, чтобы голуби жили на даху. Целые, не ускорженные. На тот лист я не получал никакой ответственности. Я не знаю, что они отправляли его в Институт археологии. Колесо давно в цьому горбику нашли ніби погреб, човинный погреб или что-то такое. Примещение, в котором что-то складали для сохранения. Это место по-близу давнего костела, который был в Ставище. Збудованный наприкінці XVIII-го столетчя. Ну, а там фундамент, который появился, похоже, належал костелу. А если развернуться на 180 градусов, то там стоял палац Браницьких. Это все, что осталось от палаца Браницьких. Флигель боковая часть для гостей. А сам палац простягался. Вот так. Историю по палацу вы можете послушать из рассказа Виктора Хименка. Перепрошу, Виктора Хименка. До Буревию из этого места не было так четко видно на речку. Гнилий тиквич. А теперь видно. Красиво в Казах в Казах свете без жлобов, которые скрозь найдут себе сметник. Это место поблизу памятника за загиблим в Афганістане. Под деревом за 15 метрів від сусіднього нічого, ніякої цегли. живого Таким був цей дуб. Абсолютно гнилий. Тут живуть комахи. Нічого в ньому живого не залишилось. И стояв он над стежечкою. Стежечка, что ведет внизу от берега. до памятника шило. до памятника до памятника. Ось аллея, вдоволь которой протягом років 20-ти майже щороку висаджувалися ялиночки и сосночки. из них прожилася тільки. висадку висадку фотографии висадку 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 а ось так висадку 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 до речки гнилий тікач. ой тут порожнь гранат щороку до автомат і все посередставка не бачене диво била гумова лодочка човник тепер коли листя прив'яло на зламаних деревах масштаби руйнувань ще більше ще краще проглядаються зато паутиня паутиня втрималась паутиня втрималась щаскою листею кладкою вітер був такий потужний що порізав пляшки хтось потребував негайної лікарської допомоги я таки не зрозумів археологи до нас ставили ще приїдуть паутиня втрамок оттенково паутиня втрамок нап 20 витмаш паутиня втрамок jijахта Продолжение следует...